Сегодня о событиях 17-летней давности отец Георгий вспоминает с улыбкой, а в 1994 году ему было не до смеха. Назначение приезда Огублоса он воспринял как трагедию, крушение, казалось, устоявшегося уклада служебной и семейной жизни. Дело в том, что я человек оседлый, во-первых. Во-вторых, я очень любил Ригу, в которой родился. В-третьих, у меня тогда уже были дети. Они учились, двое из моих детей учились в школах. И снять всю семью с якори было для меня очень тяжело. Но я отлично понимал, что благословение архипасторе – это главное. И тут не поспоришь, и нужно выполнять это благословение. Я приехал сюда, и этот город ни сразу, ни с первого дня полюбил так, что, наверное, для меня теперь трагедия – возвращаться в Ригу. У меня нет рационального ответа, да и нужен ли он, отвечает батюшка на вопрос о предназначении. Так бывает в жизни. Дедушка по материнской линии носил фамилию Кузнецов и работал кузнецом. А по отцовской, по попов и тоже Георгий служил сельским священником. Пришлось оправдывать говорящую фамилию, богом избранную на служение. Вот и меня Господь сподобил, подытожил протоиерей размышления о начале пути к священству, преподаванию, службе в храмах Кемери, Тукумса и Риги. Я познакомился с отцом Георгием в первые же дни, буквально на второй день по приезду в Даугавпирск в 2006 году, в августе. Он как раз собирался в Москву на хиротонию епископа Даугавпирского Александра. И это было очень важное, такое трогательное событие. И могу сказать, что отец Георгий, фамилия-то у него какая значимая, это действительно благочинный, чинящий благо людям. Человек, к которому приходит любой прихожанин без званий чинов, который приходит к нему и с добром, и с горестью, приходит у него услышать слова утешения. Я скажу, что за пять лет, которые я провел в Даугавпирске, я нередко бывал на службах. И могу сказать одно, что проповеди отца Георгия, они настолько глубинные, они затрагивают душу. И к нему всегда приятно в храм приходить. Искусным проповедником сам отец Георгий себя не считает, но вспоминает, как, будучи преподавателем, учил семинаристов в обычных предметах находить повод для наставлений. Ведь тем, для доверительного разговора с людьми тысячи, слово Божье и наша жизнь. Вот и проповедь, уверяет священник. Хоть и говорят, что церковь отделена от государства, но люди, граждане, налогоплательщики приходят, переступают порог храма, а в их головах и сердцах проблемы сегодняшнего дня. Будь то политические, будь то экономические. И разделить это никак невозможно. Я помню, что покойный патриарх святейший ответил на вопрос, коснулась ли перестройка жизни православных людей. Ответила, как же. Они с этой перестройкой приходят в храм. Она в сердцах, в умах, и никуда от этого не денешься. Одно хочу сказать. Сколько бы мы ни говорили о кризисе, мы должны понимать, что кризис – это наказание за грехи человеческие. И поэтому его надо терпеливо переносить, с оптимизмом. А не так опускать руки или убегать за границу. К сожалению, сейчас сотни тысяч людей уехали. Это очень печально. Хочется надеяться на их возвращение. Приезд в Ригу святейшего патриарха, ныне почившего Алексея II, произвел на него неизгладимое впечатление. Его облик, проповеди, благословение отец Георгий называет величайшей благодатью. Событие это запомнится на всю жизнь. Как и посещение двух православных святынь Иерусалима и Святой горы Афон. Он принимает самое деятельное участие в восстановлении и освящении воинских захоронений времен Второй мировой войны. Она для него живая память о дорогих сердцу людях и исполнении священного долга. Мои родители и мать, и отец воевали в Великую Отечественную войну. Были награждены очень многими орденами и медалями. Но дело даже не в этом, а дело в том, что, во-первых, воины. Когда я служил в Кемере, в Петропавловском храме, там стоял памятник воинам, погибшим в Первую мировую войну, со словами из Евангелия от Иоанна, что нету большей любви, если кто душу положит за други своя. Вот это удивительные слова. И на самом деле воины, которые выполняли свой долг перед Родиной, защищали Родину, свои семьи, детей, соседей, матерей и так далее, они погибли, и гибель их... Это выполнение евангельского долга, евангельского слова. Поэтому святое дело – всегда молиться на их могилах. Но священники должны молиться не только на могилах воинов, а любого человека, который был крещен. Так что я это делаю всегда с большим вдохновением, с трепетом и с удовлетворенностью того, что я делаю что-то хорошее. Сейчас будем восстанавливать и воинские захоронения Первой мировой войны русских солдат. Сейчас это мы тоже будем делать. Я надеюсь, что мой преемник этим будет заниматься. Я считаю, что отец Георгий, конечно же, будет освещать, помогать, потому что русскость, русскую культуру, русскую ментальность надо общими усилиями поддерживать, потому что в этом и сила Латгальская, в этом и сила нашей дружбы и России, и Латвии. Господь растворен повсюду, говорит Батюшка. Он живет в природе, которую создал, в людях, созданных по его образу и подобию во всех своих творениях, но церковь – место особого Божьего присутствия. Потому его коробят крики, толчая жаждущих сию минуту заполучить святую воду или освященную снеть, недостаток духовного образования и появление в храме в неподобающем виде. Святыня, полученная без благоговения, не приносит пользы. Зададим такой вопрос. Пойдете ли вы в джинсах, в майках, в шортах, в трусах на прием к президенту? Да никогда. Но почему-то многие обижаются, оскорбляются. Некоторые говорят, не буду больше ходить. Когда им делают, вполне мягкое, лояльное такое замечание, что у нас вот есть платочки, у нас даже есть такие юбки, которые застегиваются. Может быть, вы оденете и войдете в храм, а киподобает, люди обижаются. Я не буду сейчас говорить об иностранцах, которые вообще, наверное, не понимают, куда они пришли. Люди пожилые, которым за 50-60 лет приходят в шортах, в майках, это, конечно, коробит. Становится обидно. За державу, как говорят, действительно обидно за храм Божий. Это своего рода осквернение. Что касается того чувства, как вы сказали, почему хочется упасть на колени? Потому что Божье присутствие здесь ощутимо. Архитектура храмовая, храмовое пение. Как говорил Павел Флоренский, в церковные действия есть синтез искусств. Включая даже хореографию, как ходит батюшка, как он ходит в храм. Поэтому в храме ты чувствуешь, как в другом мире. Ты переступаешь порог и, по сути дела, должен забыть все свои мирские проблемы, мирскую суету. Потому что здесь Бог, а Бог – это вечность. За время благочения отца Георгия в Даугупельском округе восстановлено, отремонтировано и продолжают обновляться десятки храмов. В Даугупелсе, Малиновке, Граверах, Ерсике, Ливане – всех не перечесть. В 2005 году настоятелю Бориса Глебского собора было присвоено звание «Почетный Даугупелчанин». Так сами горожане оценили его заслуги перед церковью, городом и людьми. Хотя по скромности обладатель высокого титула до сих пор считает его малозаслуженным. Я сразу вспомнил, что при царе до революции это было высочайшим званием. Это было высочайшим званием. В обществе, когда говорили, что купец такой-то гильдии является почетным гражданином, например, Санкт-Петербурга, это было что-то. Это дорогого стоило. Сейчас, к сожалению величайшему, все награды как-то немножко обесцениваются. Но это звание я очень ценю, хотя, повторяю, не совсем понимаю, за что получил его. Он, конечно, борется за чистоту православной церкви, против сектанства, которое пытается разрушать нашу веру православную. И в этом плане он сделал очень много тоже и для города, для прихожан, для православной церкви. Я считаю, что отец Георгий наидостойнейший, почетный гражданин этого замечательнейшего города Латвии, города Даугапилса. В духовном возрождении отец Георгий видит нравственное и материальное исцеление страны и всех ее жителей. Ведь все народные беды от войн до кризисов являются следствием греха, порожденного бездуховностью. Уныние – лишь один из пороков. Меня печаль от печальной людей, признается священник. Сейчас очень распространенным заболеванием является депрессия. С точки зрения церкви депрессия есть грех недоверия к Богу. Человек как бы говорит, у меня нет выхода, я вижу замкнутый круг, Бог меня не слышит, Бог меня не спасет, а Бог может все сделать с тобою в одночастие, преобразить тебя. Это надо помнить. И человек маломальски верующий, если он вообще носит крест на шее, на груди, он должен помнить, что Бог близко. Это мы сами от него удаляемся. Расстояние между человеком и Богом называется грехом. Чем больше грехов, тем больше это расстояние. Как ребенок, который отпускает руку отца, он может пропасть в темном лесу, его могут съесть волки. Поэтому он держится крепко за руку отца. И чем дальше удаляется от отца, от источника безопасности, тем опаснее. И вот я этим людям говорю, не унывайте. Унывающий человек, он уже не работник. Унывающий человек, он уже не христианин. Мы не имеем права унывать. Давайте вспомним хотя бы о нерожденных младенцах, убиенных от аборта или еще как-то. Они не увидели белого света, хотя они в чем не были виноваты. А мы с вами видим свет белый, любуемся природой, дышим, общаемся. Самая великая роскошь, да, говорил Экзуперей, человеческое общение. Общение с Богом, роскошь вдвойне. У нас очень много радости в жизни. Почему-то мы, как избалованные дети, забываем за это Бога благодарить, а упрекаем Бога, что Он нас не дышит, не видит. Вот уныние есть нападение бесов на человеческую душу. В какой степени можно ваши слова расценивать как пожелание почетного донебельчанина всем горожанам? Не унывать. Больше улыбаться, приходить в храм. Может быть, пусть психологи не обижаются, но не только к психологам надо ходить, к психиатрам, но и к священникам. И последнее пожелание. Когда общаетесь друг с другом, всегда взвешивайте. От этого общения мы как-то обогатились, духовно, может быть, стали лучше. Или нас кто-то обокрал. Слово человеческое материально. И когда мы сидим на лавочке и сплетничаем, это грех. А когда мы друг друга духовно обогащаем, то это радость. Общение, о котором говорил Экзуперий. Так что общайтесь друг с другом, не замыкайтесь. Общество должно быть консолидировано. В церковь ходить надо. Мы христиане, мы европейцы. Так что Бог с нами. И я надеюсь, что все будет у нас хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok